Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас будет такое очень домашнее, разноплановое видео, потому что я буду снимать видео во влоговом стиле. В этом сезоне канал будет немного видоизменяться, я хочу попробовать разные новые форматы, посмотреть, что вам больше понравится. Как я уже говорила, скрапбукинг стал моим полноценным занятием, и я сейчас уделяю огромное количество времени своим скраповым курсам, но я не хочу, чтобы канал превратился просто в распаковки, тем более, что распаковок я на самом деле хочу делать не так много, поэтому буду генерировать крутой контент, который вас будет вдохновлять и дальше. Если же вы хотите у меня учиться, то у меня есть несколько курсов, которые уже готовы, которые еще в проекте, поэтому скучать этой осенью точно не придется. Итак, сегодня у меня в планах несколько работ. Первое — это дополнение на курсы топинки, там я хочу сделать несколько бонусных мастер-классов. Один бонусный мастер-класс я монтировала все узором. Монтажи занимают огромное количество времени, поэтому я стараюсь это делать тогда, когда не могу снимать, когда солнце либо слишком яркое, либо уже ушло. Поэтому сейчас я перейду ко второй части сегодняшнего дня — это съемки. Начну я с того, что попытаюсь собрать работу, которую уже делала, но Кузя прыгнул на нее, он сожрал чипборд и все раскидал, поэтому мне придется сделать все заново. Хорошо, что у меня остались фотографии, как это все выглядело. Сейчас буду пробовать подбирать все эти высечки. Я хочу сделать практически то же самое. Будем разбираться. Ну а Кузенька меня приучает к порядку. Надо было убирать работу, которая незаконченная, чтобы у него не было соблазна все погрызть. Хорошо, кстати, что я купила сразу два похожих чипборда, потому что здесь, видите, чип идет вот так наверх, а здесь чип идет вниз, потому что вот этот чипборд Кузя полностью съел, разгрыз. Я не знаю, что у него за любовь к чипбордам. Давайте у него спросим. Кузьма, расскажите, почему вы любите жрать чипборды, бумагу и картон? Мне кажется, что мордочка как будто немножко виновата. А нет, показалось. Но это существо просто полюбило съедать мои материалы. Раньше такого не было. Судя по всему, вот этот цветок Кузьма тоже съел, потому что его в упаковке нет, упаковка была полная. Придется брать другой цветок. Придется. Придется здесь. Придется. Придется. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Думаю, что буду делать что-то приблизительно так. Сейчас начну потихоньку все раскладывать, склеивать. Это те элементы, которые не попали в работу, но может быть в итоге я их тоже включу. Думаю, теперь я все вот так аккуратненько сниму и начну потихоньку все добавлять. Буду все добавлять на клей Fortis для декора. А вот это буду использовать, если мне чего-то где-то не хватит. И, кстати, остатки от этого чеборда пойдут вместе со всеми вот этими остатками на работу. Чем больше всяких осадков я могу использовать, тем я более рада этому, потому что я не хочу использовать новый пивной картон для того, чтобы везде подкладывать. А вот здесь у меня, например, сейчас стоит крышечка, чтобы я могла удержать композицию. И мне нужно обязательно туда приклеить стопочку пивного картона. Тут мне на помощь придут мои любимые ножнички от Sharpist. Про эти ножнички будет видео осенью, я расскажу все про них, как сделать так, чтобы они вам служили долго, как я испортила одни свои ножнички. В целом будет интересное видео про ножнички Sharpist. И теперь они мне помогут резать пивной картон. Кстати, вы могли бы заметить, что у меня новый коврик. Про него я также расскажу в одном из видео. И я теперь, в отличие от самого старого коврика, который выглядит вот так, вот так, за этим ковриком я ухаживаю. Мне кажется, он круто выглядит на видео, что он такой мятный. Приятный. И теперь, если на него что-то падает, я вот так его сразу же протираю. Субтитры сделал DimaTorzok Смотрите, такие листики, чтобы они классно смотрелись, можно вот так немножко загнуть. И мне нужно еще нарезать пивного картона, потому что здесь также нужно приподнять картинку. Субтитры сделал DimaTorzok Видите, вот здесь, если держится карточка, здесь еще немножко не хватает, так что как минимум еще один кусочек точно нужно прикрепить. Это, кстати, я делала фотографию в Сочи, в парке, в Адлере, точнее, в парке, там так круто цвела Магнолия, и мы там делали шикарные фотки с Магнолией. Эту, кстати, работаю, как вы уже, наверное, поняли, я делаю для себя. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В процессе, когда я уже склеиваю работу, я добавляю какие-то дополнительные детали, например, кусочки кружева. Продолжение следует... 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 Применение инструментов... Что у вас вызывает вопросы... И это все буду рассказывать в отдельной рубрике под названием «Скраб-ответ». Поэтому, если у вас есть какие-то скраб-вопросы, вы можете оставлять их под видео. Возможно, будут вопросы повторяющиеся и на самые популярные или вообще на все вопросы буду отвечать в отдельном видео. Будет оно длиной примерно 20-30 минут. Сколько вопросов успеет ответить за это время, столько вопросов будет принимать участие. И думаю, что в сентябре, октябре и ноябре такая рубрика точно будет, а дальше посмотрим. Но если вам такая рубрика интересна, обязательно напишите мне про это в комментариях и оставляйте свой скраб-вопрос. Придя с обеда, я еще немного поработала над данной работой. Добавила здесь цветок, кружево, еще какие-то элементы. Очень, кстати, классная идея. Идея не моя. Мне кажется, все так делают. Когда вы делаете какую-то сложную многослойную работу, сделайте ее сперва. Уйдите куда-нибудь или оставьте на ночь. И потом посмотрите на нее свежим взглядом, и вы найдете, как ее можно дополнить. Шум на заднем плане говорит о том, что пришло время немного попить чая. И мне предстоит одно из самых нелюбимых мной занятий. Монтаж, потому что монтаж занимает огромнейшее количество времени. Сейчас я монтирую открытку для курса по открыткам. Этот курс будет запущен осенью. Здесь у меня есть работы, которые для данного курса снимала. Будут, на самом деле, еще очень крутой курс получится для всех, кто хочет научиться делать открытки. Видите, вот этот звук — это все, что я рассказываю. То есть пока я собираю композицию в данном видео, я рассказываю абсолютно все. Вообще в этом году у меня будет достаточно много разных запусков. Как я уже сказала, скрапбукинг стал моим делом. Раньше у меня были другие источники дохода, теперь скрапбукинг — это мой главный источник дохода. И я знаю, что многие начинают возмущаться тем, что я стала делать много разных курсов. Но у меня на канале есть очень много бесплатных мастер-классов. Для тех, кто хочет разбираться сам, вы можете это делать через бесплатные мастер-классы. Кто же хочет учиться под моим руководством, чтобы я смотрела ваши работы, комментировала. Кто хочет узнавать больше, потому что на канале я объясняю не так много, я больше показываю. В курсах же я все объясняю, те могут присоединиться на мои курсы. Канал я по-прежнему продолжу, на нем также будут выходить мастер-классы как минимум один раз в месяц. Плюсом ко всему у меня всегда огромное количество полезной информации в Инстаграм. Если вы там на меня не подписаны, обязательно это исправляйте. У меня есть очень много полезных постов. Какие-то другие фишки, которыми я всегда делюсь и в сторис я рассказываю, разные интересные. Так что не переживайте, какие-то интересные моменты я по-прежнему буду показывать. Всем доброе утро. Начался уже другой день. Вчера ушла в монтажи и уже не смогла из них выйти, монтировала до самой ночи. Сегодня же с утра уже успела побывать в бассейне и забрать посылочку с очень-очень классной АТС-очкой. Мы обменялись АТС-ками с мастерицей из Литвы. И вам сейчас покажу, что мне пришло вместе с АТС. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. У меня же сегодня до вечера есть только одна задача. Задача подготовки к совместному проекту. Здесь у меня лежат все вырезалки, все прописано. Здесь передо мной еще есть план, как должны выглядеть развороты. Все, что касается данного проекта, я расскажу в середине сентября. Сейчас я буду его готовить, а стартует он в конце сентября. Будет нечто-нечто потрясающее. Вам здесь сейчас оставлю логотип проекта. Я его уже нарисовала. Проект называется «Четыре сезона». Каждый разворот будет соответствовать своему сезону. И сегодня я работаю над весной. И я закончу сегодняшний влог здесь. Я сажусь снимать видео на свой канал. Вступление и заключение к разным видео. Вы наверняка меня увидите в этой же кофте в другом видео. Съемки это также часть моей работы, которая остается за кадром. Я очень надеюсь, что вам понравился такой формат влога. Если понравилось, обязательно пишите мне об этом в комментариях, чтобы я знала, делать ли еще видео подобного формата. Расскажите мне, понравилось ли вам панно, которое я сделала. Такие панно я начала делать недавно, но мне кажется, они очень-очень крутые. И через них можно классно передать разное настроение. Осенью на канале вас ждет еще больше интересных видео. Будет у меня видео с распаковкой, с мастер-классами, с интересными проектами. И говоря о проектах, я хочу рассказать, что этой осенью будет мой первый совместный проект по созданию альбома. Называется проект «Четыре сезона». И в этом альбоме мы будем делать четыре разворота каждой своей тематики. Я вам покажу маленькую-маленькую подгляделку очень-очень быстро, как выглядит четвертый разворот. Это разворот зимний. И здесь мы будем делать комнату с камином. Это будет невероятный совместный проект. Совместный проект будет платный, но цена у него будет очень-очень небольшая. Данный совместный проект будет обучающим. И я показываю от и до создания альбомчика. От того, как мы нарезаем все, до того, как собираем альбом воедино. Альбом просто волшебный. Если вы хотите научиться делать альбомы, то этот совместный проект именно для вас. И помимо того, что мы научимся делать классный альбом, в проекте будут спонсоры. Об этом во всем подробно я буду рассказывать своим инстаграм. Обязательно подписывайтесь там на меня. Там я также называюсь Flamingo Craft. И стараюсь выкладывать что-то интересное. Буду также выкладывать все из своей поездки. У меня будет такой отпуск-рабочие вопросы. Посмотрим, что будет интересно. Но я уверена, что-то будет. Хочу еще раз напомнить про новую рубрику на канале, которая будет выходить в конце каждого месяца. Это рубрика Scrap-ответ. Если у вас есть какой-то Scrap-вопрос, обязательно ставьте мне его под видео, чтобы я его не потеряла. Если вы оставили такой комментарий и увидели, что я поставила под ним лайк, это означает, что этот вопрос будет участвовать в рубрике Scrap-ответ. А возможно, по вашему вопросу я сниму полноценное видео. По одному из таких вопросов, которые я задавала у себя в инстаграм, я решила отснять целый мастер-класс. На сегодня это все. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Обязательно поставьте мне лайк, подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик об уведомлениях, чтобы не пропускать мои дальнейшие видео. С вами я увижусь в следующий раз. Всем пока-пока!